Друзья, всем привет! Вы слушаете SD-Cast, 65 выпуск, но в этот раз он будет несколько необычным. Связано это с тем, что, как вы знаете, недавно прошла конференция Highload, я на ней был, как говорится, мед пил и пил, и там я, и не только, вместе с другими подкастерами, о чем вы узнаете в дальнейшем, записали несколько интервью. Некоторые из них выйдут в других подкастах, например, в разборе полетов, так что следите за обновлениями и там, а некоторые выйдут здесь. И первое интервью мы взяли вместе с Петей Мязином из 5-минутки PHP, 5-минутки React у Александра Баталова, директора по развитию компании Flant, про Kubernetes, DevOps и всякое такое. Приятного прослушивания! Друзья, привет! Вы слушаете очередное включение из Highload. Сейчас в студии нахожусь я, Костя Буркалев, он же CS Diamond, Петя Мязин. Из 5-минутки PHP. Да, и рядом с нами в гостях Александр Баталов из компании Flant. Саш, привет! Привет всем! Расскажи в двух словах про себя, чем вы занимаетесь и дальше. Ну, мы компания Flant, мы уже 10 лет на рынке IT-услуг России, и уже теперь даже не только России. В целом начинали как Linux-администратор на аутсорс, но сейчас уже стали достаточно крупной компанией, нас 55 человек, занимаемся тем, что создаем отказоустойчивые инфраструктуры. Это выглядит как обычно, что мы проектируем архитектуру, потом ее реализуем и поддерживаем. Собственно, стараемся делать так, чтобы не ломалось, потому что чем надежнее инфраструктура, тем а. довольнее наши клиенты, б. у нас меньше работы, соответственно, у нас гораздо эффективнее процессы и, собственно, эффективнее наш бизнес. Слушай, ну про инфраструктуру, в смысле про отказоустойчивость именно и архитектура, именно с точки зрения инфраструктуры, то есть как все это обслуживать. Понятное дело, что как бы бизнес, логику клиентских приложений вы навряд ли прям проектируете, да? Вы больше не проектируете вот платформу, как все это развернуть и чтобы оно живое работало? Безусловно, да, но не бывает так, что мы ограничиваемся только инфраструктурой, потому что зачастую есть места пересечения, иногда приходится давать советы клиентам, как лучше исправить их приложение для того, чтобы оно правильно улеглось в правильную концепцию, указывая на ошибки, но в целом, как правило, эти какие-то изменения, они незначительные, и, ну, в общем-то клиенты их легко делают, никаких проблем не возникает. Тут главное четко понимать, что нужно, для чего нужно и зачем мы это делаем. Теперь у меня есть пара конкретных технических вопросов к тебе. Вот моя аудитория, мои слушатели, PHP-разработчики. Мы деплоим приложения на какие-то сервера, может быть, уже виртуальные сервера, кто-то в Amazon, кто-то в DigitalOcean. С ростом нагрузки, наверное, количество серверов увеличивается, уже приходим к различным техникам распределенных серверных инфраструктур. И тут появляются такие интересные слова, модные современные Docker и Kubernetes. Кому нужны эти технологии? И в двух словах, что это такое? Потому что многие слышали эти слова, особенно Kubernetes, многие слышали, но вообще не представляют. Зачем это и в каких случаях применимо? Слушайте, ну, Kubernetes, тут надо, наверное, посмотреть, сделать ретроспективу, посмотреть вообще, откуда он взялся и для чего. Его сделал Google, да, так скажем, как основной разработчик, в опыт, вернее, тот опыт, который был в Google накоплен за десятилетия, это порядка 15 лет, если не ошибаюсь, работы. Они совершенствовали свои практики, смотрели, как же сделать так, чтобы это все было правильно, чтобы все хорошо управлялось, чтобы инфраструктура была понятная, логичная, да, собственно, они это все делали на собственном опыте, после этого, после того, как они это все обобщили, систематизировали, они предложили сообществу прекрасное решение для того, чтобы управлять инфраструктурами проектов. Поэтому главная цель всего этого – это управляемая, контролируемая инфраструктура, потому что, когда мы делаем классический какой-то деплой на виртуалках и так далее, какие проблемы? Что, во-первых, все это управляется вручную, то есть мы всегда зависим от конкретного системного администратора, вероятность того, что он сделает какую-то ошибку, либо, грубо говоря, то, что он считает правильным, на самом деле может оказаться неправильным или устаревшим, она всегда есть. Второй момент, что претиражируемость, то есть если у нас много виртуалок, там большая распределенная инфраструктура, часто происходит такая история, что начинают распихивать какие-то компоненты не потому, как это правильно с точки зрения архитектуры сделать, а по принципу, где есть свободное место, туда и положили. Потом все это забыли, и в итоге инфраструктура превращается в такой запутанный комок, который потом просто в какой-то момент не понимаешь вообще, где, откуда многие, что называется, растут, как все это распутывать, и люди просто заходят в тупик, плюют и говорят, так, надо все делать заново, надо как-то это распутывать. Слушай, ну можно, знаешь, вот в таком, может быть, в каком-то дилетантском уровне сравнить, там, кубернетские такие штуки, да, это как некий дальнейший виток развития и агрегации таких вещей, как гипервизор, который, ну не гипервизор, а визор сервисов, да супервизор, который там вот локально следит за конкретным там инстенсом запущенным, да, и плюс как некая система управления всем этим, ну а-ля там Альцева, не знаю, Шеф, Папет, ну, я, может быть, не говорю на таком дилетантском уровне, ну, примерно, чтобы просто, может быть, чуть-чуть лучше слушатель представляет. Ну, смотрите, на самом деле, кубернетес призван отвязать, так скажем, приложение от железа, то есть... То есть такой уровень абстракции. Да, это уровень дополнительного уровня абстракции, который позволяет описать инфраструктуру именно исходя из архитектуры приложения и никаким образом не связывать ее с конкретным железом, на котором все это запускается. Таким образом... Даже, скажем так, не только с железом, но и с системной частью, то есть там операционками в конечном итоге, там, может быть, какими-то... Ну, безусловно, там, зависимость и все, как бы, он всем этим управляет, замечательно совершенно управляет, позволяет это все, ну, что называется, по полочкам раскладывать. И главное, главное, что действительно все очень контролируемое и перед глазами, да, то есть второй момент, который очень большую пользу дает, то, что все автоматизировано, то есть минимальное количество рутинных операций, которые делают классические админы, да, вот, обычно, там все автоматизировано, и Купернет все это делает самостоятельно. Вплоть до того, что там, если какие-то компоненты падают, то, соответственно, он их там сам поднимает, перезапускает. Ну, это как раз, вот роль такая супервайзера, который локально там. Да, опять-таки... ...прочих вещей. Опять-таки, в случае с деплоем, ну, часто история, что если что-то пошло не так, то он откатывал, либо отсутствует, да, либо он как бы не проверяется. Никогда в жизни не проверялся, да? Он здесь в теории, неизвестно, там, да, если у вас сегодня получилось откатиться, то есть нет гарантии, что завтра получится то же самое. Счет того, что Купернет все это автоматизирует, то мы, ну, практически по кнопке, да, можем как-то накатить в одну сторону, посмотреть, что пошло не так, накатить в обратную сторону. Знаешь, здесь только, знаешь, важно, наверное, все же еще раз такой комментарий сказать, что да, это не отменяет того, что ваше приложение должно как бы быть написано с учетом вот таких возможных изменений, потому что многие могут подумать, а, что я там добавил пару новых табличек, сейчас оно само всю кнопку нажму, само откатит, само таблички удалит. Нет, этого не будет, конечно же, да, то есть надо понимать, что ваш application-специфик, такой домейн, он остается, и за ним надо следить. Купернет – это инструмент, и как любой инструмент, да, им можно сделать хорошо, а можно нанести вред. Вот, поэтому действительно там есть, ну, грубо говоря, данный фактор на методологии Хироку, который рассказывает, какие должны быть условия соблюдены, там, да, при проектировании приложения, что там незыблемые какие-то правила, которые следуют, которым следует следовать. Вот, и если действительно придерживаться, ну, так скажем, здравого смысла в разработке и в эксплуатации своих приложений, то проблем никаких не будет. То есть все как бы… Есть best practice, есть гайды, которые уже написаны, опубликованы, там, в том числе нами и нашими коллегами по цеху. Если как бы все это прочитать и хотя бы поверхностно просто составить для себя представление, я думаю, что проблем никаких не будет, достаточно просто получится все это освоить. Это не rocket science, да, это сложная технологическая платформа, но ее вполне посильнее освоить и как бы использовать в совершенно разных проектах. Тут не он говорит, что это там только для high load и только для каких-то очень сложных систем. Мы реально там на простых проектах типа Bittrex, там, очень эффективно используем Kubernetes. помимо больших нагрузок, это просто отказоустойчивость, это возможность там, в случае какой-то аварии с каким-то сервером, ну, грубо говоря, проспать ночь, спокойно совершенно утром прийти починить, то есть мы уверены, что… Ну, выход из строя там на донку выпуска не приведет к выходу всей системы. Вот, поэтому, особенно там для сервисов, для которых это синкретично, такая, может быть, не высокая нагрузка, но доступная к клиенту, то это очень хорошее решение и мы всем это рекомендуем и делаем, помогаем делать. Прозвучал Bittrex, знаменитое приложение на PHP. Был опыт, да? То есть деплоите Bittrex в Kubernetes для некоторых заказчиков и они довольны? Да, они довольны. Там есть, конечно, подводные камни, потому что Bittrex несколько специфическая система, она исторически так сложилась, что она не очень хорошо горизонтально масштабируется, но тем не менее это не пугает, то есть там, наверное, с ним не получается выжать из Kubernetes тот максимум, который можно выжать в случае микросервисных, хотя бы архитектуры и так далее, но тем не менее даже с Bittrex в Kubernetes получается сделать очень хорошее отказоустойчивое решение и чуть больше магии, чуть больше нужно опыта, но все это вполне на себе работает и действительно имеет неплохие результаты практически. А еще такой вопрос-то понимания. мы сейчас говорим про дипло-приложения в Kubernetes, имея в виду приложение, код приложения, PHP, возможно, какие-то обвязки еще скриптовые или низкоуровневые, там, на Go что-то написано, но мы не говорим про базу данных. База данных это отдельно, или мы можем и базу данных в Kubernetes запихнуть и как-то даже и откатывать с помощью Kubernetes базу данных. Смотрите, с базами данных гораздо, конечно, посложнее обстоит. Почему? Потому что, ну, в первую очередь, если мы говорим про Kubernetes, если диплоить базу Kubernetes, то мы упираемся в запись, да, то есть, если мы говорим про классические базы данных, типа MySQL или Postgres, то самое узкое место это, как бы, запись в них, соответственно, за счет того, что в Kubernetes мы разворачиваем, например, поверх CEFA, да, это распределенное сетевое хранилище, то зачастую не хватает, ну, из-за того, что вот есть там промежуточные прослойки, да, скорости записи, поэтому, если база действительно высоконамерная... Ну, все же не для EU, короче говоря, да? Да, вот, то мы просто делаем отдельные кластеры, которые там, ну, нативные, так скажем, нативные кластеры для вас, вот, и их используем. Но если мы говорим про какие-то DEV-версии, про какие-то не очень высоконагруженные проекты, то совершенно спокойно, в общем, базы занят деплоицию, никаких проблем с этим нету, там, если мы говорим про Mongo, там, вообще все хорошо, как бы, да, распределенное, это поддерживает горизонтальное мочетирование, все нормально, можно класть под кубы, никаких проблем нет. А для тех, кто не хочет сам заморачиваться с поднятием самого Кубернетеса, да, инсталляции, настройкой, я слышал, что есть готовые пас-решения, Google Cloud предоставляет Кубернетес из коробки, сейчас Azure объявили. Реально рабочие решения был опыт. Вполне себе рабочие решения, да, есть проекты, есть крупные проекты из сферы, там, гейминга, не очень хорошо знаю, как это правильно называется, потому что сфера для меня не совсем близкая, да, но, тем не менее, все клево живет там, вплоть до того, что в Кубернетес, он понимает, да, когда у него заканчиваются ресурсы, может сам заказать в облаке виртуалок, собственно, масштабироваться, вы просто сидите на структике, смотрите на метрики. расскажи, такой интересный момент, когда ты рассказывал, уже зрел, так сказать, вопрос технический, как, ну, может, такие технические детали, как Кубернетес под капотом понимает, какие есть ресурсы, как он понимает, что, да, где-то он упирается, я не знаю, сколько там инстенсов он может, там, на каком железе, как все это происходит у него? Ну, у него есть, как бы, конфигурационные в каких количествах нужно, соответственно, под это пул инстенсов, пул контейнеров, грубо говоря, стручок, как горошин, это вот, уже не излежащий, так сказать. Да, то есть Кубернетес, на самом деле, он не контейнерами управляет, а подами, вот, ну, каждый контейнер, внутри пода, он, соответственно, в каких-то количествах размножен, вот, соответственно, как только он понимает, что там, нагрузка вырастает, там, выше какого-то предела, опять-таки, который мы можем задать, мы ему говорим, что делать в таком случае, там, ну, сначала, как бы, там, может просто нарастить количество подов, если понимаешь, что поды не умещаются в имеющуюся размер инфраструктуру, там, да, которая на сегодняшний момент в доступе, да, то, соответственно, можно просто дозаказать, ну, либо это в прочном режиме делается, либо это автоматически делается, там, в случае с облаками, да, вот, да, соответственно, он дозаказывает виртуальных машин, там, в случае, с облаками, и, собственно, сам масштабируется, на них разворачивается. А ресурсы, ресурсы, это, условно, там, потребление памяти, CPU, ИО, сеть, да, то есть какие-то базовые, или он умеет, прям, совсем какие-то специфичные вещи, можно ему настраивать? Ну, для того, чтобы заказывать, там, новые тачки, у него, грубо говоря, да, он достаточно базовых метрик, но, в принципе, есть система мониторинга про MetaOS, которая собирает, ну, все метрики по работе кластера, там, красивые дашборды, на которых все видно и очень удобно контролируется. Плюс ко всему, мы еще сделали сбор логов из кластера Кубернет, наша, собственно, разработка, продукт называется LogHouse, он собирает, собственно, из всего кластера логи, кладет их в ClickHouse, вот, сестра, LogHouse, ClickHouse, да, ну, собственно, потому и сделано, что, по большому счету, мы ничего не разрабатывали, мы просто за счет интеграции уже готовых решений сделали, в общем, ту штуку, которая там, с эластиком, но с эластиком большие проблемы по производительности, потому что он очень требовательный к ресурсам, числительным, да, плюс ко всему, у него нестабильный кластер, то есть, мы в своей эксплуатации регулярно наталкивались на какие-то проблемы, вот, чтобы, как будете, из-за этой проблемы, мы решили попробовать ClickHouse. Ну, кстати, расскажи, расскажи про, потому что сейчас, как бы, ClickHouse такой на слуху, и, ну, у меня даже в SDCast был один из, так сказать, членов команды, да, ClickHouse рассказывал наш боевой опыт, насколько она действительно хороша или плоха? Ну, нам нравится, вот, пока про какой-то там серьезный, большой, массовый опыт мы, наверное, не можем говорить, потому что мы только неделю назад вышли в Альфа-версию, но, тем не менее, там, во всех своих внутренних проектах мы это используем, ну, понятно, что там, так как это Альфа, там возникают некоторые моменты, ну, которые приходится решать, и недочеты, но в целом, в целом мы очень довольны, ClickHouse, мы очень довольны, то есть, там, клево работает, сильно меньше потребляет мощностей, ну, соответственно, там, для многих наших клиентов это существенно, потому что, ну, платить дополнительные деньги, там, да, за то, что у тебя собираются правильные логи, там, за эластик, за железо, да? Ну, жалко, жалко, логи, это, как бы, конечно, для конечного, там, бизнеса, ну, что такое логи, ребята, я за них еще должен вам денег отваливать, ну, как-то жалко. А для нас, как для технореи, это ключевая медика, поэтому искать решение, которое позволит и наши потребности удовлетворить для клиента, сделать очень доступным эту возможность. Вот, поэтому, в целом, отзывы очень положительные о Клихаусе и опыте его эксплуатации. Классно. Подытожим. Значит, Кубернетус не только для супер-хайлоу больших проектов, но и для среднего размера, когда вы хотите надежности, отказоустойчивости. И простоты управления, опять-таки, да, еще очень важный факт, что, ну, фактически, если у вас есть, там, администратор вайсе, которую, там, не знаю, админирует ваш интернет-магазин, то в случае потери, там, выхода вайсе из строя вы рискуете оказаться в ситуации, что вы просто не понимаете, как это работает. За счет того, что Кубернетус, ну, все-таки, достаточно синтетризующая вашу инфраструктуру вещь, вы всегда понимаете, что ваша инфраструктура, во-первых, описана, во-вторых, описана в соответствии с практиками, и в целом история получается очень отчуждаемая, и любой человек, который, ну, хотя бы чуть-чуть забирается с Кубом, он всегда, придя на место вайсе, сможет понять, что же там. Жан, а насколько, ну, как бы, не знаю, прост, понятен, там, именно конфиг, то есть, это Яма, да, то есть, это, в принципе, ну, скажем так, он достаточно просто, да, насколько он быстрый в освоении, вот, как он базовый. Смотрите, у нас приходят новые сотрудники активно, мы их погружаем в Кубернетус, в целом, за, там, 2-3 месяца человек, ну, практически, там, ну, не то, чтобы с нулевого уровня, да, но с общего понимания про то, что это такое, превращается уже в квалифицированный инженер, который может всем этим управлять и тиражировать. Ну, есть, конечно, у нас особенность, что у нас большая команда, там, реализованы процедуры передачи опыта, поэтому проще. Нет, ну, это важный процесс, кстати, расскажи немножко про него, потому что, вот, ну, всегда в больших компаниях, да, не важно, да, вот процесс внедрения нового члена, да, в команду, он всегда очень такой ресурсозатратный, да, это про это вот на всех докладах, там, связанных там с управлением, всегда говорит, всем приходит на ум, блин, вот мы зашиваемся, да, на основном, три человека, вот мы зашиваемся, блин, надо бы взять четвертого, приходит четвертый, слушай, блин, мы ему сейчас три дня, будем две недели рассказывать, как, чего, да мы сами быстрее сделаем наши проблемы, да, ну, такой, как, вот, где-то, на подсознании такой, ну, блин, сейчас сами все сделаем и как-нибудь переживем, да, ну, по факту же не так, вот расскажи, как вы, какие-то best practices, что у вас там есть, ну, стайл гайды, я не знаю, вот какие-то разработаны, такая, скажем так, внутренняя система обмена знаниями, да, как это, ну, что-то такое. В целом, все в основном в бою происходит, то есть, как бы, как это выглядит, у нас есть... То есть, админ садится вдвоем за одну клавиатуру, да, вот смотри. Не совсем так, конечно, у нас есть команды, в которых, например, 5-7 человек работает, мы периодически в каждую команду, которая уже соревновавшаяся и сложившаяся, там, да, имеет навыки и сработавшаяся, просто добавляем нового члена, он, соответственно, смотрит, как действуют команды, как ребята решают те или иные ситуации. У нас есть, ну, вся внутренняя коммуникация идет через Slack, есть каналчик, там, техтокс, в которых любой, в принципе, сотрудник, там, да, Джуна, он не Джуна, может прийти и сказать, ребят, слушайте, у меня вот эта задача, там, сейчас нужно сделать вот это, кто-нибудь ее уже решал или не решал, вот как вы вообще с этим сталкиваетесь. Вот, и, собственно, через практику, через коммуникацию с коллегами человек потихонечку втягивается, начинает решать какие-то задачи. Слушай, а вот тут интересно, знаешь, как бы вопрос, смотри, да, вот человек пришел, задал вопрос, это как бы одна сторона, на другую сторона, что, ну, там, люди другие, которые, соответственно, там уже все действительно обладают знаниями, да, но вот у него там своих задач-то большие, а тут еще начали в чатике, в ассетичном, да, ну, блин, есть чем заняться, вот, ну, такой момент. Все же в одной лодке плывем, и он понимает, ну, тот, кто более опытный, что, если он сегодня не вложит чуть-чуть себя в нового члена команды, Ну, это тоже такая вещь, которую надо воспитывать, в том числе, какой-то командный такой вот этот дух, это достижение единой цели, то есть. Тут такая культура, что ли, называется, вот она обязательно должна быть, у нас так исторически сложилось, что Флант, он вообще родился, да, в стенах Московского института электроники и математики. Да ты что, МИЭМ? МИЭМ, да. Не может быть, мой родной, как, а где я был в это время? На самом деле, удивительно, очень часто мы встречаем МИЭМовцы повсюду, то есть, как правило, люди все интересные, все с какими-то достижениями, вот, и, собственно, начиналось с того, что Дмитрий Столяров, наш технический директор, основатель компании, собирал вокруг себя, будучи аспирантом, студентом старших курсов, младших студентов, вот, проводил для них, там, лекции по программированию, по, там, семинару и так далее, вот, было сразу понятно, кто из... Ну, да, всегда есть, кто привел интерес, глаза горят, да. Это история, как бы, именно с обучением она тянется оттуда, и, в общем-то, те практики, которые применялись в 2008 году, они, в общем-то, сейчас работают точно так же, просто уже чуть-чуть на другом уровне, более отлаженные, более успешные, вот, более эффективные. Слушай, классно, что, спасибо тебе за интервью, было очень интересно, надеюсь, нашим слушателям тоже. Ну, надеюсь, да, изучайте Кубернетас, рвитесь в DevOps, все получится, ничего сложного нет, спасибо вам. И процветайте, да, деплуйте в Кубернетас и процветайте. Субтитры сделал DimaTorzok